Внимание! Если с вами сидят кандидаты, то уберите их от экранов. Можем научить плохому и скоро выборы. Депутат Степан Викулов открывает бесплатное торговое место для льготной категории. Дело-то вроде бы хорошее, чтобы пенсионеры, бабушки, дедушки могли торговать, получать немножко, но денег. Далее что происходит? Дальше все места начинают сдаваться в аренду. И с каждым днем таких мест все больше и больше. Пенсионеров конкретно сегодня здесь всего 7 человек. Викулов это все строил, говорят. Ну поскольку мы старухи, но мы знаем, что депутатам бизнес не положено вести. Вот. Тут начались какие-то эти... Вот он тусует, тут чего-то ворочает. Кто разберется с этим депутатом? Что положено, что не положено? Вот это вот тут целый универмаг получился. Ну здесь ли делать? Ну сделали бы для нас, для старух. Так а и делали для пенсионеров? Да что вы! Вы посмотрите, над пенсионером вот что есть. А пенсионеров нас намного больше и остальное универсам. А сколько пенсионеров здесь реально? Ну вот. А вот все сидят, вот пенсионеры, потому что здесь видите сколько мест? Человек 6, да, получается все? Нет. Больше? Но может это до 20 дойти. Ну до 20. Ну сегодня вот я вижу, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, потому что нет условий здесь. Вот сделав эту крышу, это же солярий самый настоящий. Для кого он делал это? Без нее лучше было бы. Конечно, мы на... Да мы бы на коробочках сидели и продавали. Поставили зонтики или что ли тут? В свое время рынок ставил свои эти кракушки. Вот там они были неплохими. Рынок был создан для пенсионеров. То есть приезжают пенсионеры, товар привозят с дачных участков, приусадебных хозяйств. А здесь посмотрите что. Он, как сказать-то, дал свободу таджикам. Вот Литва торгует цветами. Все. А мы остались вот на обочине. Вот здесь мы торгуем. Сколько у вас пенсионеров? Ну, вот реально, вот ветераны. Очень много. Еще отсеялось сколько. Сюда очень много приезжало пенсионеров, когда был старый рынок. Здесь очень много было. А сейчас нет. Вот нас полторы калеки. А притеснение пенсионеров к королям рынка известно всем. Сузил для них расстояние, чтобы они, как говорится, сузились. Потому что там он другие поставил. Нерусским дали много места, а бабушкам мало. Поэтому бабушке снимем рука. Можно еще раз? Получается. Нерусским дали много места, а бабушкам, которые своей продукцией торгуют, мало места. Поэтому они с ним ругаются. Остальные места на рынке имени Степана Викулова сдаются за плату от 8 до 20 тысяч рублей в месяц. Депутату этого мало. Скоро полномочия закончатся. Надо укреплять бизнес. Не Степана Викулова здесь территория? Викулова вот та сторона. А здесь? Это к администрации я не знаю точно, к кому относится. Но нас в этом году заколупали. Да? Да. Потому что каждый год у нас давали разрешение. В этом году у нас уже с апреля месяца. Вот только сегодня нам выдали разрешение, что нам можно торговать. Только сегодня. Почему так поздно, вообще никто не знает. Скорее всего, Викулов хочет еще и здесь построить свой рынок. Рынок Степана Викулова помогает существовать и этой свалке. Здесь видны поддоны, остатки овощей, гнилых фруктов. Хотя буквально в 15, меньше даже в 10 метрах стоят пустые баки. Нас лично волнует эта свалка, потому что нам надоело, особенно летом, дышать этой вонью. И все эти торговые точки, они все везут туда. Сейчас все эти гнилые фрукты, вот эту гнилую клубнику, это все будет там, все будет гнить. И вся эта вонь будет идти в наш дом. Редкий кадр свалку рынка имени Степана Викулова убирает техника прямо во время съемки нашего сюжета. Да вот только долго ли тут продержится чистота? Сам рынок ведь тяжелой техникой не сносит. Вячеслав Барнинский, Владимир Николаев, ЗАП-ТВ. Абейнский, Владимир Николаев, ЗАП-ТВ. Абейнский, Владимир Николаев.